Дети войны Юраська, твой отец уехал драться с фашистами, которые напали на нашу страну. Многие отцы вместе со мной оставили свои семьи и, рискуя жизнью, ведут борьбу с нашим врагом. Надо быть мужчиной, а ты мне такой, я знаю, уже способен на мужество. Поэтому я тебе и пишу как взрослому. Вспомни, видел ли ты когда-нибудь, чтобы твой папа плакал? Нет, не видел. Да потому что я тоже мужчина. Значит, ты должен насти смелым, энергичным, волевым. Ты, Юраська, должен учиться, и это тоже нужно для победы. Раз меня нет, то главный мужчина в доме ты. Это твоя главная обязанность. Поддерживать нашу маму, чтобы она не плакала и не грустила. А если со мной что-то случится, хочу, чтобы ты вырос мне на смену настоящим гражданином своей родины и настоящим воином. Если бы можно было остановить время, я бы хотела оказаться с тобой, папочка. В парке культуры и отдыха, помнишь, как мы смеялись и выкрикивали какие-то слова, когда летели на карусели с такой скоростью, что крикнуть громко никак не получалось. Ветер попадал в рот, и рот не закрывался. А потом мы ели мороженое. Оно такое вкусное! Правда, мне бы хотелось теперь поесть хлеба. Но это ничего, я потерплю. Главное, чтобы ты был жив и здоров. Папочка, когда я вырасту, буду работать, куплю много-много хлеба и накормлю и маму, и бабушку. И тебе. Дети войны Хочу рассказать тебе, сынок, про вчерашний бой. Пока есть свободная минутка. Мы захватывали вокзал, а там находился мощный радиоприемник. Наш командир крикнул радисту, настраивай на Москву. В это время шел бой. Гитлеровцы пытались отбить помещение. А что бы то ни стало, напряжение было такое, что и не передать. И вдруг, среди ночи, освещенной пожаром, грянули потрясающие слова песни. Вставай, страна огромная! Немцы от страха уносили ноги, не оглядываясь. А я в свободную минутку вижу мирное время. И как ты прыгаешь мне на спину. И мы кружимся с тобой, кружимся. И нам так хорошо! Мои маленькие дочурки, мы в разлуке. Я не видел вас давно, но я очень надеюсь, что у вас с мамой все хорошо. Дорогие мои, так мечтаю о встрече с вами. Идут тяжелые бои. На войне проживаешь и десять жизней, и десять смертей. Помните, когда вы приходили ко мне в театр, где я на сцене много раз изображал смерть, а вы сидели в зале, в плюшевых креслах. И моя игра казалась вам очень правдивой. Как мало общего имела та игра с реальной смертью. И как хочется жить, когда рядом с тобой та страшная война. Но главное сейчас бить и бить врага, гнать его взошей, чтобы вы, мои девочки, никогда не испытывали того, что испытываю я и мои товарищи. Дети войны! Дорогой, добрый папенька! Пишу тебе письмо с немецкой катерки. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопивцев за завещание твоей умирающей дочери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы, когда допытывались о тебе. Если бы сейчас встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькой. Мои глаза впали. Косички мне отстригли наголо. Руки высохли. Похоже на ябл. Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька. Ухожу умирать. Дети войны. Я не знаю, прочитаю, что когда-нибудь эти строки. Но я твердо знаю, что это последнее мое письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертельный. Мы не думаем о спасении своей жизни. Мы, воины, и не боимся умереть за Родину. Мы думаем, как бы подороже немцы заплатили за нас, за нашу жизнь. Снарядов нет. Патроны на исходе. Павел бьет по врагу прицельным огнем. А я с тобой разговариваю. Знаю, что это в последний раз. И мне хочется говорить долго-долго. Сквозь пробоины танка я вижу улицу. Зеленые деревья. Цветы в саду яркие и яркие. У вас, оставшихся в живых, после войны, Жизнь будет такая же яркая, красочная и счастливая. За нее умереть не страшно. Ты не плачь, мой мальчик. Впереди победа. Эти войны Сдали собственной памяти Старше мы, наши сыны. Этой страшной войны, не видавшие Пусть счастливыми будут людьми Мир их дому, да сбудется мир Пусть счастливыми будут людьми Мир их дому, да сбудется мир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин